Единая европейская валюта с фунтом опустились ниже психологических уровней под давлением доллара, при этом практически без каких-либо отскоков и задержек, так что перекупленность доллара возросла еще больше. И рынок явно будет искать хоть какой-нибудь повод для коррекции. Доллар набирает вес благодаря ястребинной риторике представителей американского Центробанка. Так вчера член Совета управляющих Федеральной резервной системе Мишель Боуман заявила о готовности поддержать дальнейшее повышение ставки на следующем заседании Центробанка США. А президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер намекнула о такой возможности. Конечно же, в ожидании еще одного повышения ставки растет спрос на казначейские облигации США и доллар в том числе. При этом доллар подавляет рост других валют и сырьевых активов. Вполне возможно, что поводом для коррекции перекупленного доллара станут публикуемые сегодня данные по открытым вакансиям в США. Их число должно сократиться. Само по себе это не дает однозначного ответа о состоянии рынка труда. Однако, учитывая не самые хорошие прогнозы относительно содержания, публикуемого в пятницу докладом Министерства труда США, восприниматься данное сокращение будет исключительно с негативной точки зрения, как сигнал ждать слабые данные в официальном отчете по занятости. И на графиках мы видим, как валютная пара EURUSD продолжает свое движение к паритету и в рамках спекулятивно-инерционного движения преодолела уровень поддержки на 1,0500. Этот шаг в ценовой динамике свидетельствует о высокой активности трейдеров, сосредоточенной на покупках доллара. Если цена удержится ниже уровня 1,0500, это может привести к дальнейшему ослаблению евро. Тем не менее, важно учесть, что европейская валюта уже потеряла более 7% своей стоимости с начала текущего нисходящего тренда. И тем самым сделки на продажу евро могут оказаться нестабильными, и это может привести к техническому откату или даже полноразмерной коррекции. В общем, ждем реакции трейдеров на сегодняшние публикации по открытым вакансиям США. Коррекция по паре фунт-доллар закончилась быстро, как и началась. В результате объем коротких позиций по фунту стерлингов вновь начал расти, что предоставило продавцам возможность обновить локальный минимум нисходящего цикла. Инерционный нисходящий ход уже привел к ослаблению стоимости фунта стерлингов практически на 200 пунктов, учитывая текущий статус перепроданности, существует возможность сокращения объема коротких позиций, что может привести к техническому откату. Трейдеры могут рассматривать район психологического уровня на 1,2200 в качестве потенциальной опоры. А на этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании ИнстаФорекс. И с вами была я Екатерина Стихина, я желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. Я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте. До встречи!